Высшее проявление безусловной любви показано в книге Иова, когда Иов говорит по отношению к Богу, «Он убивает меня, но я жажду его». Иов 13, дробь 15. То есть, смотрите, удивительная любовь, да? «Он убивает меня, но я жажду его». Это вот такое высшее проявление безусловной любви. Если кто-то вам скажет, что убивает и плохо делает сатана, но все-таки все под контролем Бога, да? Поэтому Иов мог такое сказать. «Он убивает меня, но я жажду его». Хорошо, теперь качество или атрибуты, или свойства, да? Как хотите, называйте. Ну вот, яблоко, оно большое, круглое, желтое, красное, там, допустим, сладкое, да? Вот такая и любовь. Значит, она такая, такая и такая, да? Хорошо, значит, атрибуты или качество любви. Сплоченность. 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 То есть, люди, они как бы притягиваются друг к другу и становятся одним целым. И эта сплоченность еще больше, крепче от сознания, что она никогда не порвется. Эта сплоченность. Да, разрушает эту сплоченность чувство обиды или критическое отношение к другому человеку, правда? Но без сплоченности существовать любовь не может. Иначе это просто чувство, это просто эмоции. Сплоченность – это то, что делает людей одним целым. Согласны с этим? Хорошо. Между членами семьи существуют четко разграниченные отношения, определяющие обязанности друг перед другом. И эти взаимные обязательства формируют семью. Если их нет, то это только страсть или какой-то племенной завод по выращиванию потомства. Но никак не семья. Это первая сплоченность. Я просто говорю о том, что мы разные, да? Мы разные. И как мы говорили, если человек – муж и жена, они имеют абсолютно все одинаковые черты характеры. Это хорошо? Хорошо. Плохо? Плохо. Да. Они должны дополнять друг друга. Совершенно верно. Второе качество любви – интимность. Инт – значит что? Внутри, да? Да. Интимность – это то, что находится внутри. Самое дорогое – то, что не предназначено для посторонних глаз. Поэтому, естественно, сексуальные отношения, они интимны по своему определению. И партнеры вступают в супружеские отношения. Это касается только их двоих. Может ли пастор вмешиваться в эти или другие, да? Могут, допустим, доверенные лица, если есть какие-то проблемы, дать совет, да? Ну, очень плохо, когда жена идет своим подругам, и они там советы надают, или муж расскажет все своим друзьям, и они надают советы, или родителям, и они начинают давать советы. То есть, видите, это абсолютно, это интимность, это внутренние такие связи. Вот некоторые из важных решений, влияющие на близость взаимоотношения. Первое. Побуждение близости – это желание стать одним целым с другой личностью, сохраняя в то же самое время свою собственную индивидуальность и идентичность. Побуждение близости – это желание стать одним целым с другой личностью, но при этом сохранять собственную индивидуальность и идентичность. Семья, где одна половина полностью доминирует над другой, ведет к патологии. Люди теряют свою идентичность в группе и становятся культом. Там, где теряется идентичность, называется культом. Может, муж состроить культ в своей семье, да? Или, как мы говорим, культ личности Сталина. Я все-таки хотел с вами поговорить об этих сектах, о свойствах культа. Видите, одно из свойств культа – это то, что люди теряют свою индивидуальность, да? Теряют свою личность. Ну да, братья. А, хорошо. Сейчас мы давайте будем записывать. Второе. Понимаете, я могу приводить примеры, которых я знаю, или которых я сам жил. Все-таки я таких примеров культа знаю больше из истории. Правда? Их, слава Богу, у меня в своей семье культа нету. Я надеюсь, вообще, вы знаете, я самый скромный человек после Моисея. Хорошо. Второе. Итак, что влияет, мы говорили, на близость к своему отношению? Мы изначально сотворены с нуждой в близости. Потому что только близость и интимность способны положить конец нашему одиночеству. Нехорошо, сказал Бог человеку быть одному. И он сказал, сколько женщин создало одному. Одну, да? И не было там тещи, которая там мог поверять всякие свои вещи. Бог и так все знал, естественно. Вот это, значит, мы изначально сотворены с нуждой в близости, потому что только близость и интимность способны положить конец нашему одиночеству. Только близость и интимность способны положить конец нашему одиночеству. Мы знаем, что все люди одиноки, да? Даже в толпе мы одиноки, даже в любом обществе, даже часто на каком-то собрании, мы все равно остаемся одинокими, да? Но нам нужен обязательно тот человек, которому мы можем поверить абсолютно все. Да. Мы изначально сотворены с нуждой в близости, потому что только близость и интимность способны положить конец нашему одиночеству. Третье. С другой стороны. Интимность порождает у нас ранимость. Значит, с другой стороны, интимность порождает у нас ранимость. Потому что разрушаются стены между нами, и это сопровождается эмоциями. Каждый застегнутый, закованный в своем костюме, правда? Мы можем с друзьями чуть-чуть приоткрыться, мы можем там снять свою маску в определенных условиях, да? Но тут же, переходя в другое общество, в другое коллективо, сразу надеваем эту маску. Сколько она соответствует нашей личности, это другой вопрос, правда? Итак, мы находимся постоянно что? Как бы в каком-то костюме, скафандре, под маской, да? Но нельзя жить с человеком всю жизнь в близких интимных отношениях и носить вот этот скафандр. Ну, некоторые умудряются, но тогда интимных отношений нету, да? Но как только мы раскрываемся, что получается? Мы становимся легко доступными, так? Итак, мы говорили, что с другой стороны, интимность порождает нас ранимость, потому что разрушаются стены между нами, и это сопровождается эмоциями. Знаете такое выражение? Чем шире ты раскрываешь объятия, тем легче тебя распять, да? Правда? Итак, интимность порождает нас ранимость, и разрушаются стены между нами, и это сопровождается эмоциями. Мы рискуем быть отвергнутыми, если предлагаемая близость остается без ответа. Так как в интимном отношении ограничены эмоции, то разрыв всегда очень болезненный, и может стать эмоционально опустошающим. Четвертое. Вы согласны, что интимность можно и нужно развивать? Хорошо. Для развития интимности во взаимоотношениях всегда требуется самоотдача. То есть, развитие интимности – это самоотдача, самопожертвование. Часто люди так жаждут интимности, но боятся взаимопосвящения, и начинают искать бизнес-визности без посвящения друг другу взаимоотношений. И опять начинаются проблемы. Правда? И пятое. Значит, возникает, как вам сказать, единство и борьба противоположностей. Четвертое. Для развития интимности требуется самоотдача. Пятое. Мы постоянно колебляемся между двумя желаниями. Желанием близости и желанием сохранить право личной жизни. Вся проблема в том, что обе эти нужды законны и естественны. Но, значит, во взаимоотношениях мы колебляемся между двумя противоположностями. Так? Первое – это желание близости. Второе – желание сохранить свою индивидуальность. Право личной жизни. И обе эти нужды естественны и законны. И в чем проблема? Это обычно проявляется в борьбе между ними. Но цель не борьба, а что? Гармония. Как гармония? Вы говорите? Шалом, да? Шалом. Мир. Полнота. Совершенство. Значит, в первых – это желание близости. И второе – желание сохранить индивидуальность или право личной жизни. И обе эти нужды закономерны и естественны. Законны и естественны. И главное – должна быть не борьба, а гармония между ними. Так, следующий пункт. Определение любви. Что такое любовь? Многие спрашивали, да? Вот, но 1 Коринфянам дан очень правильный и хороший ответ. Помните? 1 Коринфянам 13 глава 4 и 8. Определение любви через его качества. Мы сейчас говорим о качествах и свойствах любви, да? Любовь что делает? Долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине, да? Все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. И любовь никогда не перестанет, и даже если пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся, то любовь получается выше всего этого, да? Выше всех проявлений духовных даров. Потому что это любовь. Если мы не видим этих качеств, значит у нас любовь какая-то не совсем, да? Хорошо, следующее качество любви. Любовь это забота, забота теряя, это любовь в действии. Забота или любовь в действии? Забота это любовь в действии. То есть как проявляется любовь? Мы говорили, можно говорить друг к другу, да, у каждого есть свой язык любви, дарить цветы можно и так далее, но без заботы любовь это только слова, правда? А что есть такое забота? Запишите определение. Забота это удовлетворение нужд другого. Это вы сейчас не поймете, но когда до вас дойдет, как я говорил Хрюшева, то записывайте, а то поздно будет. Забота это удовлетворение нужд другого. Забота это удовлетворение нужд другого. Ну, естественно, что эта забота какая должна быть? Взаимная, да? Хорошо. Следующее качество – доброта. Доброта. Любовь добрая по определению? Да. Любовь всегда добра, потому что такова ее природа. Если мы проявляем доброту, то появляется интуитивное чувство, что мы делаем нечто такое, что хотели бы делать себе, в похожих обстоятельствах. Противоположность доброты – недоброжелательность. Она ранит, потому что поражает чувство доброты. Недоброжелательность, да, противоположная. Она ранит доброту и оставляет после себя чувство отверженности и отчуждения. Недоброжелательность ранит доброту и оставляет чувство отверженности и отчуждения. Еще очень важно – великодушие. Великодушие – это проявление силы или слабости? Кто может великодушить? Только сильный человек, правда? Значит, определение опять-таки я вам даю. Великодушие – это способность прощать другого, независимо от чувств и поведения этого человека. Я вас психологами сделаю или психиатрами? Я вам даю прямо определение по психологии, да? Итак, великодушие – это способность прощать другого, независимо от чувств и поведения этого человека. Если человек извинился, я его прощаю, это не является великодушием, правда? Великодушие – независимо от его чувств и поведения. Это способность прощать другого, независимо от чувств и поведения этого человека. Видите, мы читаем часто «Люби ближнего, как самого себя». Но это только половина стиха, правда? Там же в Торе сказано, что значит «любить ближнего, как самого себя». Значит, «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». Или «Не храни злобы», есть тоже вероятная перевода. «Но люби ближнего твоего, как самого себя». Значит, что значит «Не мстить»? Это значит «Не делать зло в ответ на зло», да? А можно быть «Не мстительным, но злопамятным»? Да, вот пример перед вами. Я все помню. Я все помню. Да. Хорошо. Зло и память хорошая, это совершенно верно. Да. Значит, и вот эта противоположность этому великодушию. То есть, без этого любви не может проявляться. Дальше, снисходительность. Снисходительность. Снисходительность – это активная терпеливость и ношение бремен друг друга. Снисходительность – это активная терпеливость и ношение бремен друг друга. Можно просто терпеть человека, да? Но снисходительность, когда мы не раздражаемся, не огорчаемся из-за ошибок, слабости или из-за поведения другого человека. Да, великодушие – это способность прощать, да? А снисходительность – активная терпеливость. Активная терпеливость. Помните, Бог какой? Долготерпеливый, да? А буквально, если взять еврейские слова, то Бог с длинным носом. Вот, наверное, у Иох евреям дал длинный нос, чтобы они были долготерпеливы. Да? Правда? Вот так. Значит, снисходительность – это активная терпеливость и ношение бремен друг к другу. Следующее проявление любви – дружба. Мы говорили о дружбе как вообще, о дружбе Филя, но если супруги любят друг друга, в них проявляются и Агапы, и Филя, и Эрос. Правда? Поэтому еще составной частью любви является дружба. Дружба – это Филя. Это отношение партнерства. Это отношение партнерства. Само слово Филя означает «это нить». Да? Филя означает «нить». Какие же это базовые отношения партнерства? Первое – равенство. Равенство. Хотя в дружбе, и это всегда бывает, один становится лидером, а другой – ведомый. Однако они сознательно придерживаются одинакового уровня взаимоотношений. Царь сходит с пьедестала, чтобы посадить рядом с собой царицу. Да? Равенство. Хотя есть лидер и есть ведомый, да? Но царь сходит с пьедестала для того, чтобы посадить рядом с собой царицу. Второе – непосредственность и открытость. Можем ли быть дружбой с закрытыми друг другом? Правда? Открытость. То есть мы можем говорить друг другу все, не боясь услышать в ответ оскорбление. Поэтому искренне укоризны от любящего. Да? И третье мы говорили – это что? Терпеливость. 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 Любовь истинного друга обладает невероятной способностью претерпевать, проходя через трудности. Любовь истинного друга обладает невероятной способностью претерпевать, проходя через трудности. Друзья, как признаются? Трудности в виде, да? Хорошо. И еще другие качества любви. Нежность. 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 Это есть трогательное выражение любви. Нежность – это трогательное выражение любви. Она показывает, что слабая сторона очень ранима и в то же самое время очень драгоценна. Нежность – это самое трогательное выражение любви. Она показывает, что слабая сторона очень ранима и в то же время очень драгоценна. Где проявляется эта нежность? 1 Петра 3, 7. Вы, живусь я, облачаетесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницей благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Да? Это нежность, самое трогательное выражение любви. В результате чего? Что сильная сторона понимает, что слабая сторона очень ранима и в то же время очень драгоценна. Западный стереотип мужественности изображает нежность как признак слабости. Но это заблуждение. Нежность это что проявление чего? Силы. Слабый человек может быть нежным. Человек, который имеет комплекс такой, что считает себя слабым, он не будет нежным. Он, наоборот, будет стараться показать, какой он крутой. И все вот это, что показывает крутость этого мира, это идет от того, что от слабости человека. Да. Ласки. Ласки. Ласкать нужно? Да. Да. Ласки, прикосновения, невербальные проявления любви абсолютно необходимы, как в отношениях между супругами, так и в отношениях с детьми. Грудные дети, которых кормят, пеленают, но не прикасаются к ним, как правило, умирают. Дети в приютах, которые не получают ласки, часто вырастают умственно или психически, или духовно неполноценны. Так. Ласки абсолютно необходимы, как между супругами, так и в отношениях с детьми. Да. Дети без ласки что делают? Умирают. Да. Если дети в приюте не получают достаточно ласки, они вырастают умственно, психически или духовно неполноценными. Следующее. Щедрость. Определение щедрости. Это любовь в самом свободном проявлении. Щедрость – это любовь в самом свободном проявлении. Это не только то, что я даю много денег своей жене. Это не значит. Это любовь в самом свободном проявлении. Вот следующие слова, которые можно использовать, описывая щедрость. Не эгоистичный, открытый, сердечный, свободный, нежадный. То есть, это проявление своего внутреннего богатства, да, если ты проявляешь свое внутреннее богатство, не только даешь деньги, смотри, какой я щедрый, я тебе сегодня на 20 ривен дал больше, чем вчера, да, цени, да, не эгоистичный, не жадный, открытый, сердечный, свободный, да, то есть, это что? Это проявление широты своего и внутреннего богатства, широты и внутреннего богатства. Следующее, сострадание, сострадание, помните, одно из определений любви – милость. Часто вот именно в славянских народах женщины любят, говорят, вот если б ты был там без руки, без ноги, коллега, я б тебя так любил, я б тебя так на руках носил, да? Знаете, вот такая вот жертвенность, жертвенность, а если он с ногами, с руками, то не очень. Ну, это проявление, я говорил, нашего менталитета, да, вот, что говорится, коня на скаку остановит, горящую избу, войдет, сироту приласкает, а если изба не горит, так она ее подожгет и детей сиротой сделает. Ну, что делаешь, такая у нас противоречивая натура, что говорят загадочный характер, русский, украинский, как хотите. Вот, но это совсем другое качество, да? Это чувство жалости, беспокойства при виде боли и страдания другого. Сострадание – это чувство жалости, беспокойства при виде боли и страдания другого. То есть, человек не может выносить страдания другого человека. Да, чувство жалости, беспокойства при виде боли и страдания другого. Помните, она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Писал Шекспир. Чем все это кончилось, вы прекрасно знаете. Кстати, что Шекспир сделал со своей дезодомодой? Ага, помогли, да? Отелла задвигает. А я платочком. А вы Шекспира читали? Я читал. Ну и что? Что он там себе сделал? Нет, он просто спросил, там у него что-то на наш дезодомод, но он ее не слышал. Там кто-то пронеснул тень, он лукавый тенью проскочил и задушил, да? Он ее не душил вовсе. Он ее зарезал. И там он ее еще в ее ножик кинул, и дальше еще есть длинная такая, длинный ее монолог, она там оправдывается, после чего умирает, а он берет свой ножик и делает характеры себе. Вот. Ну, я не знаю, в японских театрах было бы интересно смотреть этот спектакль. Вот. Но почему-то сделали все, он задушил. Ну, наверное, для удобства. А? Да. И в оригинале у Шекспира он убивает ножом. Убивает ножом, да. Хорошо. Так что там тень не промелькает, и кто-то везу ноги не держал. Хорошо. Отзывчивость – следующее качество, да? Отзывчивость. Отзывчивость, да, это опять-таки есть проявление заповеди любить, да? И больше женщины характерна отзывчивость. Поэтому заповедь любить дается в Писании мужу. А жене – почитать мужа своего, да? Вы же любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, да? Или, значит, женщина что должна делать? Бояться, почитать мужа своего, да? Потому что мужчине не хватает проявлений таких любви, а женщине не хватает именно тому, чтобы, да, и быть почтительной по отношению к мужу. Хорошо. Ну и так как в наше время много мужеподобных характеров женщин и женоподобных мужчин, то часто эту черту характера надо в себе вырабатывать. То есть отзывчивость. Отзывчивость, да, это наш ответ на любовь другого. Отзывчивость – это наш ответ на любовь другого. Мы можем принимать любовь, да, но не отвечать ее. Хорошо. Что ранит любовь? Девять вещей, которые ранят любовь. Первое – жестокость. Жестокость – это что? Преднамеренная и непреднамеренная. Жестокость бывает преднамеренная и непреднамеренная. Это то, что приносит боль другому человеку. Жестокость разрушительна как для жертвы, так и для насильника. И это не только физическое насилие. Существуют забитые жены, забитые дети, а также забитые мужья и забитые родители. Хотя до них никто пальцем не дотрагился. Говорят, в Астане уже открыли, ну, по крайней мере, я в интернете нашел, да, реабилитационный центр для мужей, побитых женами. Ну, не знаю, кто виноват. Жители слады говорят, сами виноватые. Они сами виноватые, хорошо. Ладно. Итак, жестокость бывает преднамеренная и непреднамеренная и приносит боль другому человеку, да? И жестокость разрушительна как для того, кто проявляет его, так и для того, над кем эта жестокость. Второе. Антипатия. Антипатия – это чувство отвращения. Знаете, вот некоторые там любил-любил, а потом я смотрю, и на него такое отвращение. Я же не могу смотреть. Он храпит, по ночам он потеет. От него запах неприятный изо рта. Да? Знаете? Отвращение. Хорошо. Антипатия – это чувство отвращения другого человека. Антипатия отталкивает, да? Антипатия отталкивает. Поэтому она антипатия. Отверженность, да? Отверженность. Отверженность – это отталкивание, противостояние, противление по отношению к просьбе о близости или интимности. Третье. Отверженность. Отталкивание, противостояние, противление по отношению к просьбе о близости или интимности. Не только сексуальной близости, да? Но в любом случае, когда проявляются интимные отношения, И не находишь ответа. Вызывает что? Отверженность. Отверженность. Холодность. Четвертое. Холодность или отдаленность – это вид пассивного отвержения. Может быть, активное отвержение. Дорогая, я тебя так люблю. Что вон у меня голова болит. Да? А бывают пассивные. Пассивное – это холодность, да. Это вид пассивного отвержения. Самый худший вид отвержения – это безразличие. Мы говорили. Пятое. Самый худший вид отвержения – это безразличие. Да. Так. Вы помните, что есть горячий, холодный верующий, есть теплый, то есть безразличный. В каком отношении Бога всего худше всего? Да, безразличному, теплому. Ему все равно. Он теплый, он не горячий, не холодный. Хорошо. Что еще отталкивает любовь и ранит любовь? Неблагодарность. Неблагодарность, да. Помните, на юрите неблагодарный человек, как называется? Кобель. Тот, кто получает только один раз. Так как это ругательное слово, то не знаю его смысла. Нееврейские народы, которые жили с евреями, да, это восприняли по-своему. Хотя это совершенно другой смысл. Кобель – это тот, кто получает только один раз. То есть неблагодарный человек. Следующее. Пренебрежение. Пренебрежение. Это когда мы принимаем взаимоотношения, как нечто само собой разумеющееся. Когда мы принимаем взаимоотношения, как нечто собой разумеющееся. Это, как бы можно сказать, обесценивание взаимоотношений. Правда? Если говорит отцу и матери, что все, что ты сделала для меня, ничего не стоит. Да? Это есть что? Это есть пренебрежение. И мы говорили, закидывать людей, что делать, если по отношению к родителям. Что с такими детьми надо делать? Бить камнями. Правда? И если мы пренебрегаем друг друга, это тоже. Значит, такая вот раздоровидность неблагодарности. Когда мы считаем, что все, что делает твой партнер, он является само собой разумеющееся. Восьмое разрушительное чувство, разрушительное качество – это зависть. Само определение любви исключает зависть. Если есть зависть, значит любви уже нет. Типичная зависть – это отношение Каина и Авеля. Убийство произошло из-за зависти. Зависть – это злая воля по отношению к успеху, популярности, привилегиям и достижениям другого человека. Зависть – это злая воля по отношению к успеху, популярности, привилегиям и достижениям другого человека. Да. Злая воля. Скряжничество. Скряжничество. Скряжничество – это не просто скупость. В иврите это называется низость духа. Это не просто скупость, это недостаток щедрости, низость духа. Скупость – это не просто недостаток щедрости, а низость духа. Так. Теперь, что кроме любви еще в семье необходимо, да? Есть любовь и есть другие качества, которые необходимы в семье. Мы говорим сейчас о качествах чего? Любви. Но в семье базируется и на других взаимоотношениях. Ну, например, ответственность одного перед другим. Может она быть без любви? Может. Чувство ответственности, да? Я отвечаю за это. Даже я не люблю человека, я несу за него ответственность. Я могу его ненавидеть, но я несу за него ответственность. Он мне вообще-то безразличен. Ну, раз я отвечаю за него, ну, мне приходится что-то делать. Понимаете? Да, и так далее. Значит, еще кроме любви, значит, верность договору. Верность договору. Верность договору. Даже, может быть, не быть любви. Но верность договору – это что? Мы знаем, что мы находимся в отношениях завета, да? И завету что нужно быть? Верным. Верным. Да. Хорошо. Вот. Значит, в книге пророка Осии об этих отношениях говорится. «И сказал я ей, много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим. Так же и я буду с тобой». А с одним равенным тоже произошел аналогичный случай, как с Осией. Его жена развелась с ним и вышла замуж за другого человека. Потом они обеднели и ходили нищими по городу и не знали, куда приткнуться. И, наконец, жена сказала, ну, пойдем к моему бывшему мужу, может, он все-таки не проходит. Естественно, жениться он на ней второй раз не мог, да? Но он взял ее на содержание и все давал, что необходимо, ей и ее второму мужу. Вот такой тоже был случай. То есть, это что? Это любви или это верность? Верность. Верность. Да. Это, как сказать, видите, верность, я же говорю, может ли бы уже не быть. Но если верен завету, верен слову, да? Верен договору. Ну, в принципе, может такое быть, да? Я еще говорю, другие качества, которые проявляются, кроме любви. Ясно, что любовь – главное, да? Но есть еще другие качества, которые проявляются в супружеских отношениях, да? Значит, верность, мы уже говорили. Вот. Долг и ответственность. Долг и ответственность. Долг и любовь часто подменяют одно другим. Долг и любовь часто подменяют одно других. Но долг, долг – это что? Это внутренняя обязанность человека. Да? Я сказал, я должен. Это не то, что я долг взял, что долг, а потом его не отдам. Понимаете? Долг – это что? Это внутренняя обязанность человека, да? Определение долга. Чувство долга по отношению к родине. Чувство долга по отношению к родителям. Чувство долга по отношению к семье, к жене, к детям. Хорошо, когда это все сочетается с любовью. Но может это быть без любви. Да. Но оно все равно должно проявляться. Чувство долга – значит, это что? Это внутренняя ответственность человека, да? Долг – это внутренняя ответственность человека. Значит, человек обязательно будет делать. И чувство долга чем подпитывается? Кропотливой подготовительной работой и правильным распределением авторитетов. Это приоритетов. Правильным распределением приоритетов. У нас есть шкала ценностей, есть приоритеты. Чему-то, что приоритет преимущественного, да? А что-то у нас на последнем месте. Ну, у нас на первом месте что должно быть? Бог, да, семья, да, а потом работа, потом служение. Если у нас приоритеты по-другому, вот, если говорят, у меня нет приоритетов, не верьте такому человеку. Такой человек бессистемный, он будет хаотически. Значит, чем, я говорю, чувство долга, да, чем чувство долга определяется? Вот, это нужно кропотливо работать над этим, да, и правильно распределять приоритеты. Как говорят, семья не без урода, но если этот урод из моей семьи, да, он все равно имеет приоритет перед тем уродом, который без моей семьи, да? Значит, чувство приоритета. Мы можем, допустим, с женой постоянно ссориться, вот, но, как говорит одна, я сейчас влеплю ему пощечину, и он действительно это заслужит, но если потребуется, я пожертвую жизнью, чтобы отвести грозящую ему опасность, да? Даже если ссориться, вы не встревайте в чужие ссоры. Тот, кто встревает в чужие ссоры, он как бы берет бешеного пса за уши, да? Отпустишь, он тебя укусит. И вдержать всю жизнь не сможешь, да? Вот. То есть, милые ссорятся и мерятся, и другим людям не надо в это вмешиваться, если сами они не попросят. Вообще старайтесь не вмешиваться в семейные отношения, если вас не просят об этом, да? Это интимные отношения людей. А то, если у нас любят, у нас вообще страна советов, и все любят друг другу советы давать, да? Вы сами понимаете. Бурид Гамма-Ацот, знаете, ЭЦ, да, тоже в той же корне. Да. Я ЭЦ-советник на юрите. Так, следующее, доверие. Доверие. Доверие – это самая хрупкая область человеческих отношений. Часто люди прощают друг друга, но не могут восстановить отношения доверия. Можно прощать человека, можно любить человека, но можно не доверять ему, да? Самая хрупкая часть человеческих отношений. Определение доверия. Доверие – это условие, при котором вы сознательно ставите себя в зависимость от другого человека в тех или иных делах, а также в отношении их результатов и последствий. Доверие – это самая хрупкая часть человеческих отношений, да? Любовь может быть, может быть, все другие качества, но может быть, нарушено доверие. Доверие – это условие, когда вы сознательно ставите себя в зависимость от другого человека. Ну, вот партнеры по бизнесу, они доверяют друг другу. Вы знаете, что в Соединенных Штатах в 19 веке люди не брали никаких расписок, и они доверяют друг другу. Тоже было у староверов в Сибири. Если он давал слово, да, он был обязан. А сейчас устраивают всякие каверзы, адвокаты ищут эти каверзы, а другие адвокаты доворачивают побольше каверзов, пишут такие вот договоры, да, и все друг другу не доверяют. Да. Доверие – это условие, в котором вы сознательно ставите себя в зависимость от другого человека в тех или иных делах, а также в отношениях, результатах и последствиях. То есть в делах, результатах и последствиях. Так. Во-первых, доверие – это ваш выбор. Вы выбираете, доверять или не доверять этому человеку. За вас никто не может это сделать, выбор. Согласны? Второе. Доверие – это отношения. Есть сознательный элемент и эмоциональный элемент. Это сознательный элемент, когда вы разумом уверены, да, доверяете этому человеку, и эмоциональный элемент, когда вы чувствуете уверенность и надежность в этом доверии. Да. Сознательный и эмоциональный. А также идет поведение ваше, в зависимости от этого. Доверяете вы или не доверяете? То есть, ваши поступки в доверии. Если человек вам доверяет, он так поступает, что может оказаться в невыгодном положении. Если вы ему доверяете, вы тоже так поступаете, что вы можете оказаться в невыгодном положении. И поэтому, третий пункт вы пишите, доверие – это предпринимаемый вам риск. Итак, первый пункт – доверие – это выбор. Второе, мы говорили, доверие имеет сознательный элемент, то есть разум, да, и эмоциональное чувство уверенности в человеке, и результат – это поведение, ваши поступки в доверии. Третье – доверие – это предпринятый вами риск. Доверие – это всегда риск. Если вы не рискуете, значит, вы не доверяете. Согласны? Если в чем-то вы делаете, и вы не рискуете, это не есть доверие. И еще четвертый важный такой фактор доверия – это когда вы не строите запасных планов на случай неудачи. Да, вот я ему даю деньги на покупку моей квартиры, а вдруг он мне эти деньги не отдаст, да? Да. И когда вы не строите запасных планов на случай неудачи. Я вам скажу такой случай, когда мы с женой проявили доверие. Серьезно. И это доверие как-то вот так вот удивительно. Когда мы были, я продавал свой дом, когда я продавал свой дом, я с риэлтором, значит, мы уже договорились с этим риэлтором, я сразу продал дом и купил себе квартиру. Значит, я за 64 тысячи продал дом, да? Вот, значит, ну там какая-то сумма ушла на все уплаты налогов. Ну, вот 3 тысячи у меня оставалось, значит, 30 тысяч я себе купил квартиру, 30 тысяч на квартиру семье Стаса, сыну. Но этот риэлтор говорит, так, у меня пока еще не готовы эти документы на вторую квартиру. Дайте мне эти деньги. Никаких расписок я у него не брал. Доверие? Доверие. И осталось где-то у меня около 3 тысяч. Значит, и лежали эти деньги дома. Пришли двое ребят и начали из меня выбивать. Ну, я вам рассказывал, да? До сих пор лечусь от результата этого. И они меня все время спрашивают, а где, говорит, деньги? Я говорю, как где? Это капитал в этом... Так, общество, да? Капитал, общество, капитал. Деньги, вот они так мне не верили. Ну, Бог меня сохранил, правда? А те, что у меня были, деньги, я, естественно, им отдал. Потому что, во-первых, так по Писанию говорится, если тебя требуют, а во-вторых, я человек такой, что боюсь боли. Поэтому, естественно, я им все отдал. А если бы я не поверил этому риэлтору? Да? Видите? То есть, Бог показывает, что доверие – это хорошая вещь. Только нужно знать, кому доверять. Правильно? Вот на моем личном таком. Значит, доверие – это всегда риск. Да? Если вы доверяете кому-то делать, то вы не должны строить каких-то планов. Да? В случае. Это уже, значит, не доверие. Если запасной у вас план, в случае неудачи. Какая же цена доверия? Цена доверия – это уязвимость. Согласны? Цена доверия – это уязвимость. Некоторые люди не хотят быть уязвимы и не хотят, чтобы они оказывались в каком-то ситуации, когда не могут контролировать. Собственно, я сам такой человек. Я всегда стараюсь все контролировать. И моя жена тоже старается все контролировать. В том числе и то, что я контролирую. Поэтому у нас возникает иногда в этом отношении некоторые проблемы. Вот. Но цена доверия – уязвимость. И самое тяжелое в доверии – это состояние зависимости. Да, хорошо, когда вы независимы, когда вы крутые. Но если вы кому-то доверяете, да? Вы ставите зависимость от этого человека, которого вы доверяете. Так, сейчас, еще два момента. Еще два момента. Значит, чтобы нам доверяли, мы должны сознательно принять на себя ответственность. Правда? Доверие – это что есть? Результат сознательного принятия ответственности. И доверие, доверие, значит, личность, которая доверяет, сама должна быть достойна доверия. Правда? Хорошо. Что повреждает доверие после переживания? Спасибо. 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 Спасибо.